МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нынешним летом в Сихотелинском заповеднике продолжился небывалый эксперимент. В этот раз, кроме студентов из Приморской государственной сельскохозяйственной академии, в урочище Благодатном десантировались парни и девчонки из вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Новосибирска. Девушек поселили в здании кордона, ребята разместились в палатках. Первая заповедная ночь прошла, скажу честно, ужасно. В силу того, что в эту ночь был шторм, и палатка практически упала на меня. Было очень сыро, и спать было очень проблематично. Отряд назвали «Тигр-2015». За два летних месяца, июль-август, студентам предстояло провести гарантиями обслуживания экологической тропы, благоустроенной их предшественниками в прошлом году, и привести в порядок еще один туристический маршрут. Накрыть деревянными настилами заболоченные участки, выложить границы тропинки природным камнем, уложить водопропускные трубы, создать дренажные насыпи, построить бытовые объекты туристической инфраструктуры. Этот строотряд уникален тем, что впервые в направлении, когда строотряды задействованы в мероприятиях по охране окружающей среды. И, в принципе, создание экологических тропами – это достаточно большой шаг вперед. Поэтому предусмотрено вознаграждение за их работу. Оно рассматривается не как заработная плата, а как премия людям, которые выбрали малооплачиваемые специальности. Потому что специальности, связанные с охраной природой, они в будущем не предполагают того, что люди будут зарабатывать более больших денег. И мы считаем, что выбор таких людей, он достоин уважения. Если у нас есть возможность их немножко поддержать, в том числе материально, то мы всегда за. В дикой природе, тем более на запретной территории, особые правила поведения. В самом начале экологической вахты студентам преподали уроки общения с дикими животными. В момент, когда вы встречаетесь с хищником, если такое произойдет, вы поступаете следующим образом. Как вам сказали, никогда кричать не нужно, убегать никуда не нужно. Делаете буквально два-три шага назад. Направляете его в сторону животного. В ночное время он точно искусается яркого света и не пойдет на вагу. Тигры на глаза студентам во время нынешней экспедиции не попадались, а вот бурые и гималайские медведи не раз наведывались с инспекцией. Во время очистки тропы от упавших веток после тайфуна Чанхом студенты столкнулись с косолапым, что называется, нос к носу. Моя соседка Яна шла впереди, повернулась ко мне, сказала, Даша, пойдем назад. Ну, тихо очень. Я не поняла, подняла голову, увидела огромную голову медведя с такими здоровыми ушами. Я напугалась, говорю, да, пойдем, поворачиваемся, я беру ее за руку, и мы тихонечко-тихонечко уходим. На самом деле я думала, если я в этом встречу, я упаду в обморок, я залезу на дерево, буду пищать, орать. Ну, оно как-то все спокойно прошло. На излете июля, как раз в середине студенческой смены, участники отряда вступили в ряды молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Приятным сюрпризом на церемонии стали 25 новых фирменных строитрядовских курток. Сегодня я вручу вам, как бойцам студенческих отрядов, бойцовки. И хотел бы, чтобы этот важный атрибут нашей жизни, в вашем сердце и на ваших плечах, был долгое время, пока вы являетесь студентами. Ермоленко, Дмитрий. Не выходящие из моды еще со времен всесоюзного строитрядовского движения куртки-бойцовки с необходимым набором нашивок пополнили студенческий гардероб, в котором уже успешно прижились разнообразные элементы одежды с символикой амурского тигра. Церемонию завершил торжественный марш с исполнением строевой песни, которую студенты накануне всем коллективом сочинили у вечернего костра. Песня «Отряду тигр! Преграды по плечу!» Заповедник совместно с центром «Амурский тигр» сконструировал необычную машину под названием «Студенческий отряд тигр». Мощность этой уникальной машины 25 студенческих сил. С такой мощью, с такой силой, с таким энтузиазмом, который есть у этой машины, мы можем в хорошем смысле свернуть горы, наши парящие над землей тропы и некоторые объекты информационной инфраструктуры. За время заповедной вахты даже те, кто, как говорится, не держал в руках ничего тяжелее тетрадки для конспектов, серьезно продвинулись в столярном и плотницком ремесле. Стройка велась под контролем сотрудников заповедника и организации «Большая Байкальская тропа». Каждый смог проявить свои таланты и чему-то научиться. Будущий специалист по лесному делу из Уссурийской сельхозакадемии Яна Бонг стала шеф-поваром на заповедном Камбузе. Без пяти минут ветеринар из Воронежского аграрного университета Сергей Попов открыл в себе способности резчика по дереву и изготовил оригинальные указатели и таблички для экологической тропы. Дважды участник отряда, уже готовый специалист по таежной медицине Евгений Кожушка, преподавал коллегам уроки оказания первой помощи. Студент из Новосибирска Иван просто влюбился в здешние места. Нас собрали из Москвы, здесь и с Воронежа, и с Приморья, столько людей. Так стрелись все воедино, и как бы все работаем, и отношения в отряде все хорошие, друг другу помогаем. С первого дня все познакомились, носили общие интересы, общий язык. Скажи, пожалуйста, вот ты приехал в Приморье, каким оно тебе показывалось, вот заповедник, вот твои впечатления? Красиво, мне вообще понравилось, природа тут вообще шикарная, и леса столько, зверей всяких. Я очень рада, что здесь мы находимся, здесь очень красиво, медведи ходят, следы всякие мы находим на пляже. Тут же совершенно другое, не как дома тут. Мы живем огромным отрядом, все разные абсолютно люди, мы и все, ну, дружный коллектив. А вы только работаете или нет? Нет, почему? Ну, мы отдыхаем, там, играем в волейбол, шахматы, бадминтон. В лагере был организован насыщенный досуг, познавательная лекция от сотрудников заповедника, Центра «Амурский тигр», организации «Большая Байкальская тропа». Студенты померились силами с мастерами кожаного меча из поселка Терней, побывали в походах по красивейшим местам заповедника. Работу стройотряд закончил на неделю раньше намеченного срока. Ура! Время расставаться пришло незаметно. Ребята и девчонки из разных мест большой страны, собранные в заповедном уголке Дальнего Востока, стали, что называется, не разлей вода. Только искренние лица и все дружные. Может быть, мы с кем-то когда-то и ругались, но мне кажется, мы так друг к другу привыкли и так друг друга полюбили, что это не забудется. Я не хочу уезжать. А если будет такая возможность, то я с огромной радостью сюда приеду. «Тигры-2015» мечтают еще раз встретиться на заповедной земле. Судя по всему, руководство заповедника и дирекция Центра «Амурский тигр» превратят эти мечты в реальность. Спустя два года мы видим, что отряд уже самостоятельный организм, который достаточно самобытен. Очень хорошо, что в этом году так же все прошло без приключений. Все ребята живые и здоровые. Инфраструктурные объекты построены в полной мере и на достаточно высоком уровне, несмотря на то, что у нас нет ни одного человека с профессиональным строительным образованием. Скорее всего, 100% мы продолжим в Сахталинском заповеднике. Значит, для кого мы строили инфраструктуру, потому что здесь достаточно большой объем работ, достаточно комфортный коллектив, который сам стремится облагородить свою территорию. Они верят, и не только верят, они знают, что экологические тропы – это будущее для охраны природы. По тропам, которые студенческий отряд «Тигр» оборудовал за два летних сезона, уже прошли сотни любителей пешего туризма. Минувшим летом мы встретились с группой врачей из Владивостока. Путешествие пешком по тайге они называют лесотерапия. Здесь мы увидели великолепные тропы, которые выложены прям такими настилами. Это здорово, потому что это даст возможность людям разным, может быть, даже с ограниченными возможностями, какими-то физическими, ходить по этим тропам, дышать этим воздухом. Таких мест мы не видели нигде. И хотим пожелать всем, еще большему количеству людей, не только Приморского края, но и жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, приезжать к нам в край. И очень хотим популяризировать вот этот здоровый туризм. Субтитры подогнал «Симон»